Господин Президент, сегодня я бы хотел обсудить с вами много интересных тем, но начать, пожалуй, хотелось бы с той проверки вооруженных сил, которая началась в Беларуси вчера. Хотелось бы узнать, для чего она проводится, каково ее значение, и можно ли считать это сигналом готовности Беларуси принять прямое участие в специальной военной операции на Украине. На вторую часть вопроса вам отвечаю прямо нет. Мы не собираемся принимать специальные операции вооруженных сил Российской Федерации в Украине, не собираемся принимать участие, потому что в этом нет никакой необходимости. Все, что мы можем предложить и могли бы предложить Российской Федерации, у нее все это есть. Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации. Что касается наших вооруженных сил, я не знаю, почему вы именно выделили этот аспект. Может потому, что это последнее действие наших вооруженных сил, но со временем наших учений совместных с Российской Федерацией, вы это помните, с прошлого года они проводились не случайно. И это не столько связано со специальной операцией в Украине, сколько с действиями ваших вооруженных сил блока НАТО, особенно Польши и Прибалтики, и нагнетанием обстановки вокруг Беларуси. В последнее время обстановка нагнетается еще более яростно, я бы сказал, и, естественно, вооруженные силы, говорю вам прямым текстом, вынуждены на это реагировать. Поэтому еще до того, как вы начали учение, НАТО, блок НАТО начал учение в Польше и Прибалтике, мы об этом знали. Мы видели, что в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе. Их было несколько лет тому назад 3 тысячи, сейчас 32 тысячи. Видите, рост? Поэтому мы реагируем. Реагируем не только в плане последних мероприятий, о которых вы сказали, наших вооруженных сил. Мы вынуждены считаться с тем, что происходит в Украине. Поэтому еще большее мероприятие мы на постоянной основе проводим на юге нашей Беларуси, для того, чтобы прикрыть нашу южную границу от разного рода недоразумений. Я думаю, что нам все-таки удастся не только на юге, но и на западе Беларуси избежать всяких недоразумений. Поэтому это никого не должно беспокоить. Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся и не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем. Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно. С точки зрения международных отношений, все равно есть ассоциация между Беларусью и военной операцией. Поскольку есть мнение, что вы позволили России начать эту операцию со своей территории. Испытываете ли вы какие-то сожаления по этому поводу, учитывая то, что сейчас происходит в Украине? Я очень сожалею по поводу того, что происходит на Украине. Но этот вопрос не ко мне. Это вопрос к руководству Украины и, прежде всего, президенту. На Западе в последнее время не принято даже говорить о том, что предшествовало специальной военной операции вооруженных сил России. А вы вспомните, я не понимаю, зачем украинцам было, зачем провоцировать Россию. Ведь нормально развивались отношения. Они шли к тому, что можно было договориться по всем вопросам. Я говорю это как человек следующий. Я был постоянно в этом процессе. Я в теме, глубже, чем кто-либо другой. И я видел, что можно было договориться. Но начиная от личных оскорблений руководства России и до разного рода экономических провокаций, давления и издевательства над русскими людьми в Украине, это и русский язык, ущемление, и люди на востоке Украины подвергались этому давлению. Я это все видел. Я только не понимаю, зачем это нужно было Украине. Таким образом, Украина провоцировала Российскую Федерацию. Я не буду перечислять все факторы и факты, известные всему мировому сообществу. Но что хотела, то и получила. Да, сегодня можно говорить, что и вы там подталкивали американцы их к этим действиям. Это правда. Это правда с точки зрения геополитики. Американцы ушли с Афганистана. Многих боевиков, которые там были задействованы, надо было снова задействовать где-то. Но это самый минимум. Вот они и решили поддавить Украину. Но самое главное – это геополитический аспект. Мы сейчас это видим. Соединенные Штаты Америки хотят воспользоваться моментом, пристегнув к себе союзников, утопить Россию в войне на Украине. Это их цель. Надо разобраться с Россией, но потом с Китаем. Вы извините, мистер Филипс, но мы так понимаем ситуацию здесь. Может, мы в чем-то не правы, но мы так понимаем, исходя из этого действия. Что касается Беларуси, ну слушайте, меня упрекать не в чем. Вспомните, Минск-1, Минск-2. Я делал все для того, чтобы там был мир. Украина накануне последней нашей электоральной кампании подготовила кучу боевиков на своей территории. Правда, и поляки, и латыши, и литовцы, и прежде всего украинцы. Они готовили там этих боевиков, они перебрасывали к нам оружие вместе с этими боевиками. Ни один человек задержан. Дали показания, где было, как, люди конкретно. Ну, ладно, они, вы можете сказать, ну, сидят в тюрьме, их давят и так далее. Но очень много фактов, когда сами украинцы, сами украинцы и не рядовые люди рассказывали, как они готовились воевать в Беларуси. Кто их готовил? Это СБУ, Служба безопасности Украины. Возьмите известные показания. Они раньше, даже чем американцы и европейцы, ввели против нас санкции экономически. Зачем? Это была фактически вторая страна, с которой мы торговали. Первым месте Россия, вторая Украина. Мы поставляли туда много товаров, они поставляли нам много товаров. До 8 миллиардов долларов достигал товарооборот. Они закрыли нам небо для пролета наших самолетов. Ну, и много-много таких фактов до конфликта с Россией. Вопрос, зачем? Зачем обостряли отношения с Беларусью и провоцировали Россию? Ну, что хотели, то и получили. Поэтому, конечно, это плохо. Для нас плохо, что воюют фактически две соседние страны. И очень близкие для нас, очень близкие. Знаете, мои корни где-то глубоко зарыты в Украине. В Украине. Я это помню, я это всегда говорил и подчеркивал. Россия для нас братское, самое близкое государство. Там живут такие же люди, как Беларусь. Ничем не отличающиеся от Беларуси. И вообще мы три народа от одного корня. Древо произрастает от одного корня. Так мы мыслим. Таков наш менталитет. Так как я не могу беспокоиться. Мы не приемлем войны. Не приемлем не только с последней войны, когда мы вместе с вами, кстати, воевали против фашизма. Мы потеряли каждого третьего жителя. Нет квадратного метра территории Беларуси, где не погибли бы люди. Это вы тоже хорошо знаете. Как же мы можем способствовать войне. Но вы должны понимать, мы союзники. Самые близкие союзники с Российской Федерацией. У нас теснейший союз, военно-политический. Мы это ни от кого не скрывали. У нас фактически единая армия. И мы проводили, в конце прошлого года проводили масштабное учение на юге. Тоже не скрывали. Там и американцы присутствовали, европейцы. Мы открыты были, мы приглашали всех. И то, что Российская Федерация часть войск использовала в своей военной операции после окончания этих учений. Кстати, после учений Россия начала выводить войска с Беларуси. И все началось с провокации. Опять же с провокации. Украинцы вдоль нашей границы выстроили 4 позиции Точка-У, ракеты, для нанесения удара по Беларуси. И наше счастье, что там еще оставались после учения войска, россияне это отследили и помогли нам поразить эти 4 позиции. Буквально за 30 минут до начала этой военной операции. И часть войск действительно с Беларуси ушли на юг в Украину. Вот из того, что я обрисовал, это так штрихи, я должен был поступить иначе? Думаю, что нет. Последние события, которые развиваются, которые мы наблюдаем, вам не позволяют меня в чем-то упрекать. Потому что Соединенные Штаты Америки и Запад, вместо того, чтобы в Украине закончить войну, достойно сейчас закончить, наоборот нагнетают ситуацию, поставляя вооружение, оружие и так далее, и так далее. Смею вам заверить, что Россия слишком легко воюет в Украине. Это еще только начало. И надо вначале это закончить. Не надо нагнетать обстановку. И не надо нас упрекать в том, что мы на стороне России. Если на стороне России вот так открыто, то только одна страна – Беларусь. А с той стороны аж под 50 государств объединились. И не только оружием, но и живой силой, наемниками, помогают воевать Украине. Зачем? И то, что я говорю, это мы не почерпнули из средств массовой информации CNN, Reuters или российских каналов. Мы хорошо видим, что происходит в Украине. Поэтому поверьте тому, что я говорю, да вы это сами прекрасно понимаете. Поэтому мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России. Я знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди? Почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне. При всем уважении, но те аргументы, которые вы приводите по поводу начала войны, вызывают некоторые сомнения на Западе. Вы сказали, что наблюдаете ситуацию на Украине своими глазами. Но и журналисты наблюдают ситуацию своими глазами. Они едут на место событий, в Бучо, Мариуполь, видят, что там происходит. И, возможно, слова, которые вы говорите, стоит адресовать президенту России. Вы упомянули, что между странами существуют близкие, братские отношения. Так может быть, это ответственность близкого славянского народа? Сказать другому близкому славянскому народу, что зверство на Украине пора прекратить? Обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу вам, Западу, прежде всего, обратить такие же слова. Прекратите врать. Вот прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. Вы зря. Вы не тому человеку его задали. А то, что происходило в Бучи, я не знаю, насколько вы погружены в это, но мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан, это в основном были англичане, которые на автомобилях, потом четыре автомобиля мы видели, мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Бучи и потом вбрасывали в это информационное пространство. Ну, война есть война. Сейчас такая война. Для меня это неудивительно. Я пережил 20-й год и знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Бучи. Что касается Мариуполя, слушайте, ну, Антонио Гутерриш, генсек ООН, недавно был в Украине и поставил перед Путиным ряд вопросов. Путин был открыт и согласился с Гутерришем. Он попросил открыть коридоры, вывезти гражданских там и тому подобное. Почему не выводят? Поэтому Мариуполь тоже не совсем такой подходящий пример в контексте наших рассуждений. Здесь все решается и все зависит от властей Украины. Знаете, мистер Филлипс, мы можем упрекать Россию сколько угодно, только от этого проку мало. Надо понимать, что война не на территории России, война на территории Украины и руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы не гибли мирные жители. И для этого надо делать все. Я помню события после 15-го года на востоке Украины. Если бы тогда был реализован, реализованы договоры, которые вот здесь состоялись, в этом зале, в Минске, если бы тогда Украина пошла на исполнение договоров, сегодня в границах советского времени существовала бы Украина. Никакой войны бы не было. Уже третьи выборы бы провели в Донецке, в Донбассе. Извините меня за откровенность, провели бы украинцы так, как им нужно. Решать большие проблемы надо степ-бай-степ, надо спокойно, шаг за шагом. Петр Порошенко это не сделал. Я был много раз посредником между Путиным и Порошенко. И даже между Володей Зеленским, нынешним президентом, и Путиным. И я свидетель тому, как выполнялись договоренности, потому что я передавал и одному, и второму определенным месседжем. Я, что меня просил Зеленский, передавал Путину, что Путин меня просил, я передавал Зеленскому. Но я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблему, что и привело к войне. Поэтому, если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это прежде всего полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Если вы заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, США и Великобритания, это можно сделать в течение недели, даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы. В этой войне, в отличие от многих других, медиа все наблюдают своими глазами. Мы отправляемся на места, мы говорим с выжившими, мы получаем данные от них. И у нас нет сомнений в том, что они говорят, и в том, что мы видим. И действительно, очень важно остановить потоки дезинформации, передать факты очень точно. Поэтому вот эти теории о том, что какие-то события, которые происходят на Украине, это все постановка, это все неправда, вызывают недоумение. Почему вы настаиваете на том, что то, что мы видим, неправда? Мы слышали эти утверждения о Буче, но никаких доказательств мы не получали. Ну, знаете, не мое дело предоставлять какие-то вам дополнительные доказательства по поводу Буче. Но еще раз подчеркиваю, мы очень хорошо знаем, что происходило в Буче. Вот этот конкретный пример, мы его очень хорошо знаем. Поверьте, что я лучше вас знаю, что там происходило. Я вам предложил послушать то, что я знаю. Вы хотите свою версию, хотя эта версия основана на конкретных фактах. Если вы в это не верите, ну, Господь с вами, я же не могу вас заставить верить. Хорошо, воспринимайте это как одну из точек зрения. А то, что идет дезинформация, я это понимаю и нормально воспринимаю, потому что идет война. Сейчас такая война, гибридная война. Она начинается со средств массовой информации и продолжается. Средства массовой информации сегодня очень сильное оружие. Они сопровождают военные действия. Я тоже это понимаю. Я отношусь к этому плохо, но понимаю. Но как понять то, что в интернете, в других классических средствах массовой информации вы вообще закрыли иную точку зрения? Ну, ладно, вы не хотите слышать или слушать меня там или Беларусь. Подумаешь, можно пренебречь. Но вы послушайте другую сторону, точку зрения России. Почему вы блокируете российских журналистов везде? Почему вы им рот закрываете? Ведь на ваших площадках, контролируемых Западом и Соединенными Штатами Америки, ресурс огромный. Гораздо больше, чем у нас, у россиян. Вы вообще туда не допускаете иную точку зрения. И не дай Бог, если мы вас чем-то зацепили, и эта точка зрения по большому счету не сходится с вашей, вы мгновенно блокируете всякие там аккаунты, сайты и так далее. Это же очевидно. Почему вы боитесь с иной точки зрения? Ну пусть она будет в ваших средствах массовой информации. И то, что вы сегодня ко мне приехали, ну это делает вам честь.